Девчонки, всем привет! Решила опять снять влог, так как появилась у меня возможность такая, мама моя приехала, и когда я еду, например, на работу или по каким-то делам, она приезжает, или я отвожу малого к ней, и у меня есть там часы, определенные часы, и я могу позволить их себе провести так, как мне надо. Сегодня, сегодня у меня, в принципе, немного дел, но они есть, и я решила взять вас с собой. Сегодня я встречаюсь с подругой, мы с ней пообедаем, а сейчас я еду на работу. У меня в офисе есть определенные дела, которые мне надо закончить, а я все откладывала, откладывала, и вот, наконец-то, сегодня у меня появилась такая возможность все сделать. А с подругой я обедаю в заведении, там ни разу не была, хотя это находится у нас в районе, называется Тарелка, это метро Позняки, мы решили с ней, в общем, проверить, что это за заведение, понравится там или не понравится, вообще, чем там кормят, я вам все тоже покажу и расскажу, поэтому оставайтесь со мной. Хожу тут, брожу и кайфую, тут такая красота, я вообще не знала об этом месте, я проезжала очень часто эту тарелку, видела ее и думаю, ну, как-то надо будет зайти. Я вообще даже не подозревала, что тут лес, тут типичный вообще классный лес, деревья и столики. Каждый столик, он отделяется, то есть отделен зеленью. Вот, один столик, вот тут вот второй, и даже если кто-то сидит, вы друг другу не мешаете, мне очень здесь нравится. У Денки скоро день рождения, то есть ему будет годик, мы вообще не планировали отмечать, но я мужу предложу такой вариант, может быть, здесь отметим. Мне здесь безумно нравится, если будет хорошая погода. И тут еще классно для декора, висать такие скворечники разные, вот видите, детская площадка есть, с качельками, с горками, вот, ну и, соответственно, внутри, что мне тоже нравится, внутри витражные окна, очень красивое заведение, поэтому кто на Позняках или вообще даже не на Позняках, кто в Киеве живет, может, кто-то приедет в Киев, посещайте это заведение, мне тут нравится, я думаю, вам тоже понравится, классно. Ну что я хочу сказать, я под впечатлением, мне настолько понравилось это заведение, что я хочу туда возвращаться снова и снова. Аура вообще классная, потому что у каждой квартиры, у каждого места, у каждого заведения есть своя аура, там классная аура. По меню. Есть что выбрать, я, в принципе, была не голодная, потому что вообще выйти из дома, когда у меня дома мама, она меня же голодную не выпустит, даже если я еду на обед, вот. Но я все равно, я съела окрошку, и там был вариант на квасе или на кефире, тоже плюс заведению, потому что многие любят на квасе, а некоторые любят на кефире. Я ем и то, и ту, и выбрала, в общем, на квасе. Мне очень понравилось, было вкусно. Выпила чай, чтобы согреться было прохладно, вот, все-таки уже скоро сентябрь. И пледы, пледы такие кайфовые, мы с Мариной шутили, что надо один унести, как кофта, в плане, по материалу они вязаны и с таким плетением, надо было заснять, показать. Ну, в общем, такие моменты, такие детали, я все равно отмечаю, я их запоминаю, мне это нравится. И что мне очень понравилось, я вам уже сказала о том, что место находится, по сути, в центре Позняков, у дороги, среди новостроек, но этого вообще не ощущается. У меня было ощущение, что я за городом. Много очень березок, зелени, елей, детская площадка. В общем, как-то, я не знаю, мне очень понравилось это место. Я для себя его сегодня открыла, и вот открываю вам. Я хочу туда вернуться, может быть, какое-то даже мероприятие там отметить. Вот. По ценам, ну, как и везде, киевские цены везде, в принципе, они более-менее одинаковые, поэтому не могу ничего сказать. Но я, девочки, что не узнала, система скидок у них, какая вообще, есть она или нет, я не узнала. Девчонки, приехала домой, вот хочу с вами поделиться одним препаратом. Была в аптеке, мне посоветовала моя невестка, то есть моего мужа-сестра старшая. Такие витамины называются приорин. Для волос, для ногтей. Вот. Вы знаете, я вообще витамины такие никакие не пью, потому что я в них не верю. Мне кажется, они только садят печень. Но ее мнению я доверяю, и она сказала о том, что тоже себе купила, мне позвонила, знает мою проблемы с волосами. И вот порекомендовала. Девочки, у кого проблемы с волосами, тоже рекомендую. Я, конечно, еще не пробовала, но просто ее мнению доверяю. Вот, как видите, себе купила. Тут сейчас идет акция в магазин, ой, в этих, в аптеках низких цен. Акция при покупке, в общем, две пачки. Вообще, одна пачка стоит 500 гривен. А тут две, 558, то есть в два раза дешевле. 60 капсул, да, точно. Также я была в магазине и купила малому. Печеньки. Я, в принципе, обращала внимание на эти печеньки. Они стоят недорого, но относительно дешевле, чем остальные. По составу, конечно, тут тоже есть сахар, но есть вот эти кусочки. Есть вот зеленые, я раньше покупала синие. И тут есть еще розовые. Думаю, чуть-чуть чем-нибудь. Потом я смотрела в составе. Здесь написано 6 лаков, вот в розовых. В зеленых. В зеленых без глютена. А синие я сейчас не взяла, потому что там ничего не написано. Тем более, мы их уже ели, решила попробовать другие. Кашу. Мы с Ника любим очень овсянку. А тут в большой упаковке есть черника с яблоком, корицей с кудникой. В общем, тоже по утрам балуемся, в смузи добавляю овсянку. Молоко взяла для демки, агуша. Раньше не брала именно агушу, я вам рассказывала. Покупала другие фирмы, но вот сейчас решила попробовать. Тоже состав читала. Нормальный. Что еще демки? Ну, как бы всей семье, да, персики. Но я деме добавляю в блендере все. Мешаю и с Пашей добавляю блин, растекаю. Ай-яй-яй. Вот он тебе. Так. Естественно, еще сырок. У нас сырки закончились, творожок. В общем, классический, 6 месяцев. Потом. С грушей. Я просто покупаю грушу и тоже добавляю ему. А что еще, что еще? Мне нравится. То есть не мне, а ему нравится. С 8 месяцев вот злаки. Он хорошо злаки кушает. Что еще? Агуша. Это у нас йогурт. Комфортно траву у меня. Тоже со злаками. Девочки, только устала, аж отдышка. Ники купила молоко. Любит она у меня потом бананы. Малой любит, Доминика любит, все любят бананы. И тоже я ему с кашкой не мешаю. Опять же, тоже. Я просто по этому смотрю, по сроку годности. Уберу, чтобы нам хватило на несколько дней. Потом заново еду, покупаю. Доминики купила йогурт. Тоже добавляю в смузи. И все. Тут вообще масло для консервации. А, была на работе. У меня был заказ. И полностью целый набор. В общем, три штучки питьевого геля Freedom. Вот он так вот выглядит. На основе лоэ вера. И тут такие компоненты, которые помогают людям, у которых проблемы с ногами, с суставами. С, получается, коленные чашечки, если разбиты у спортсменов. Ну, в общем, короче, вот эта штука очень здорово помогает. И тут, в общем, мне сделали заказ. И один, это их четыре питьевого геля. Один я купила маме, чтобы она тоже попробовала, потому что у нее тоже болят суставы. И она уже скажет, как ей помогает, не помогает. И еще полный комплекс. Это питьевой гель и вот такие вот капсулы Freedom+. В общем, надо все принимать в комплексе. Нет лягушки, есть лягушек, нет лягушки, есть лягушек, нет. Четыре бабочки порхали, отдыхали на цветах. Куда же бабочки пропали? Их нет на ярких лепестках. Влог нескольких дней выходит, потому что сегодня выходной день, и мы с супругом поехали по буддельским делам. Он сейчас заехал по своим делам, и потом мы заедем в торговый центр и посмотрим Доминике, опять же, форму. Ну, как форму? Я, в принципе, вам говорила, что... А может, и не говорила, я не помню. Я не хочу конкретно форму школьную покупать, потому что то, что я хочу, то, что я вижу, я найти как бы не могу. Ну, вот в голове у меня есть там такой, знаете, как фасон, который бы я хотела на Доминике видеть, но, естественно, я его не могу найти, сшить, ну, можно было бы сшить, ну, в общем, что делаю я? Я ей купила уже один сарафан такой, ну, как купила, заказала, оплатила, жду теперь. Он такой, как платье. Вам потом Ника покажет, может быть, я покажу тоже во влогах, но Ника там собирается снимать конкретно видео в школьной форме, поэтому можете перейти потом к ней на канал, посмотреть, ну, в дальнейшем, попозже, потому что некоторые платья еще не пришли. Потом юбку ей заказала тоже, производство Украина, заказывала через интернет, ее рост 140. Он сейчас впритык, но я думаю, что, в принципе, как бы походит она еще, потом подрастет, уже что-нибудь другое подберем. Купила ей блузку и купила такое платье. Девочки, мне оно так нравится, оно такое коротенькое, рукав вот такой вот, и воротничок беленький, а так оно черное, такое классное. Я просто не хотела, знаете, как вот типичная школьная форма, она не всегда на детях классно сидит, я же говорю, фасоны мне не очень нравятся, а тут она вроде бы как маленькая, но одежда вроде как взрослая. Но вот с пиджаком, конечно, трабл, потому что классный пиджак найти не могу. Я нашла там один, но качество именно материала не очень, потому что будет ее парить, он не натуральный, поэтому как бы я отказалась от него. И сейчас хотим заехать в торговый центр посмотреть, может быть там где-то в детских отделах еще одну блузочку ей надо будет купить, и может быть действительно будет пиджак. Потом у моей мамы скоро день рождения, через две недели буквально, она хочет ноутбук, и я в принципе уже, можно сказать, насобирала на него, делаю ей такой подарок, и сейчас вот надо поехать посмотреть вообще, какие они есть, я приблизительно по цене в интернете посмотрела, но так хочется визуально еще глянуть, потому что скорее всего, что буду заказывать через интернет. Вот. И Доминики. Доминики, в общем, мы решили с мужем сделать такой подарок, к первому сентябрю подарить ей стационарный компьютер, но девочки, сейчас такие цены на... Ну, мы хотим просто очень мощный, чтобы она тоже там монтировала видео, и может быть будем брать в кредит, не знаю, в общем, тоже сейчас поедем посмотрим, что там и как, я вам покажу, скорее всего, что, что в общем будет. Так что, если интересно, оставайтесь со мной. Мы сейчас заехали в Борщ, это при заправке Кло, есть такая кафешка. Вы знаете, кормят очень вкусно, по цене недорого, а по сути не хуже, чем в ресторане. Здесь вот напротив, уже в окошко видно, находится Аэромол, поэтому сейчас перекусим и пойдем в Аэромол. Я не взяла с собой, в общем, выбегала из дома помаду, поэтому я сейчас поем, и, конечно, губы пострадают. Ну, ничего, что-нибудь придумаем. Девочки, вот принесли бульон, я сейчас только что попробовала, реально вот, очень вкусный бульон, стоит 24 гривны. Очень миленько тут. И еще принесли оливье, но я была такая голодная, что просто его проглотила. Тоже очень вкусный. И еще мне что-то принесут, я уже не помню, что я заказала, с голодухи. Ну, суть в том, что реально тут прикольно, поэтому заезжайте. Вот мое второе блюдо. Очень так выглядит аппетитненько. Это, по-моему, поджарка по-казацки. В общем, что-то такое. Один я себе заказал шнитель. Видите, девочки, цены очень приятные, а подача очень хорошая. Спасибо. Возвращаемся мы с Борисполя домой. По делам там надо. А потом опять вернемся в Борисполь, в этот же магазин, Аэромол. Но я успела забежать в магазин Gloria Jeans и купить Нике блузку. Блузка такая прикольная, мне понравилась стопроцентная хлопок. И мне понравился дизайн именно как бы в принтах. Вот. В общем, Ника на себе потом покажет. Стоила она 306 гривен. Но стопроцентный материал это радует. Вот. И потом вернемся опять в магазин туда. Я еще пробегусь. Девочки, там, кстати, очень много магазинов с детской одеждой, с детской формой вот этой школьной. Поэтому, если вдруг вы не можете найти, то можете, как и мы, смотаться, посмотреть. Мы приехали опять в Аэромол в Борисполе. Вот, видите. Мы успели много сегодня дел сделать. Когда приехали в Киев, заехали на рынок, купили продукты. Дома я успела накраситься. Ну, как накраситься? Я накрасила ресницы и губы, взяла с собой наконец-то карандаш с помадой. Теперь они будут в порядке. И мама мне предложила, говорит, Тань, ну, так, если вы, в общем, выходные, отдохните, давайте мне детвору, завезите нас домой и, говорит, мы отдохнем, как бы, от вас, а вы от нас. Поэтому, естественно, мы согласились. Поэтому сейчас будем играть в бильярд. и я думаю, что ветер будет хороший. Девочки, играем с мужем в бильярд. Только он играет одним красным, а я играю всеми, потому что я играю хуже, чем он. Гораздо хуже. И он меня учит, как правильно играть. У меня чужие хорошо получаются, а вот своики, конечно, я играю слабо. Поэтому он меня учит, как правильно бить, чтобы они залетали в лузы. Говорит, хватит рассказывать, давай уже бей. Солнышко. И как мне его бить? Бьешь край битка, шар, который ты бьешь, должен коснуться того шара, который бьешь. Часов на одиннадцать, на десять, наверное. Нет. А сильный или не сильный? Средний, даже нет, меньше, чем. Есть! Девочки, это уже следующий день. Какой-то у меня слишком длинный влог получается. Вчера я играла с мужем в бильярд, потом он играл с друзьями, и в это время, пока он играл, я пошла по магазинам. И, вы знаете, купила много чего, и очень даже довольна этими покупками. Решила вам показать и на этом закончить влог. Купила рубашки мужу и брату. две одинаковые взяла, они черного цвета. Это, конечно, так не передастся. Это М-ка размер. Вот. Это для брата. И точно такая же черная для мужа. Вот. Он вчера мерил. Ему купила L, а он говорит, надо было брать XL. Но ничего, нормально. И вот такого вот цвета. Точно такая же, как и черная, только такого темно-темно-синего. Ну, конечно, сейчас не передастся, камера не передастся. Потом маме и себе купила тоже по кофточке. И себе штаники. Джинсы такие беленькие. Обычные, но они стрейчевые. Они тянутся, этим они мне и понравились. Это у меня тоже эта же фирма, что и у ребят рубашки. Вот. Я, если честно, ее вижу первый раз. Я не знаю, что это за фирма. Написано, что Франция. Ну, не знаю. По крайней мере, в торговых центрах мне не попадалась она. Это мне. Такого темно-синего цвета. Вот видите, с одной стороны темно-синяя. Вот. И материал очень-очень такой приятный, такой мягкий. Рукава синие, тут черная. Она комбинированная. И тут синяя. У меня это размер С. Стоила она 650 гривен. Я ее купила вообще за 130. Поэтому я считаю, что это хорошая покупка. видите, написано, что вы родны к Франции. Поэтому, наверное, хорошее качество. Должно, по крайней мере, быть. После стирки будет понятно. Это такой полуверчик, который можно одевать под джинсы, и будет комфортно и тепло. И маме взяла точно такую же, как у меня, только, вот видите, такого зеленого цвета, как трава. Мне очень нравится. И материал такой же, очень мягкий. в состав тут входит, не написано, но я вчера читала, где-то было. Да, есть. В составе здесь вискоза. 60% вискозы и полистер есть. Ну, вискоза больше. Так, и дальше. И Ники подарки купила. Мне очень понравились Никины покупки. Сама бы себе такие купила, если бы были. Ну, мой размер, если бы был. Это производство типа Германия Арсей. Вот. Девочки, такая прикольная беретка. Белая, вязаная, и мне нравится вот вязка. Очень кайфовая. Она была одна-единственная, поэтому шла со скидкой. Я бирочку не оторвала. Она стоила 530 гривен, я ее купила за 200. Очень классная беретка. Я думаю, что Ники понравится. И к ней это уже отдельная покупка, но я имею в виду, что это не комплект, я купила по отдельности. Это тоже Арсей, такой хомут. Я думаю, что у Ники буду тоже просить его. Посмотрите, какой классный. Он такой мягкий, такой волосатенький, вообще очень здоровский. Мне он очень нравится, стоил он 629 гривен. Купила я его за 310. Вот. Ну, вы знаете, мне он очень нравится. Он очень кайфовый. У Ники буду его просить, чтобы я тоже могла его одевать. Потому, что он классненький. Он беленький, он под многое подойдет. Так, дальше. Тут вообще покупка отличная. фирма это та же GDM какой-то Франция написана. Вот. Стоил шарфик 449 гривен. Девочки, я купила его за 59 вообще, за 60 гривен. Видите, такой тут бантик. В общем, для ребенка такой шарфик, как для Доминички вообще будет хорошо. У нее есть красный пальто плащ, наверное, теплый. И вот этот плащ, да и не только, у нее черный есть, то есть красный цвет, он под многое подходит. Вот. Это на меня, так у Ники, наверное, можно будет закрутить вокруг шейки в два раза. Прикольные покупки, мне кажется, как вы считаете? Девчонки, буду заканчивать свой влог. Затянула, прям совсем затянула. Но мне было приятно вам показывать, рассказывать. Надеюсь, вам было приятно смотреть. Подписывайтесь на меня, также есть в инстаграме до новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok